Ребята, всем привет! Сегодня мы покажем вам то, чего вы еще не видели. Какое-то время назад мы перестали кормить нашу двухголовую змею квази искусственно. Теперь она ест сама. Теперь они едят сами. Аппетит проснулся, но вот левая голова, у которой есть проход в желудок, она имеет аппетит гораздо больше, нежели правая. Хотя правая тоже иногда реагирует на добычу. Но вы видите, да? Левая голова заинтересованно обнюхивает размороженного мышонка, размороженного и нагретого до достаточно высокой температуры, чтобы он был тепленьким и аппетитным. А вот правая голова более пугливая. Она старается уйти. И, собственно, вот сейчас мы видим такое единоборство одного организма. Любопытно, что правая голова при повороте направо более сильная. И голову ква она утаскивает, несмотря на то, что та стремится поесть. И видно, что тянется к мышонку, но не может справиться со своей сестрой. И та ее уводит в сторону. Через какое-то время приходится вмешиваться. И приходится мышонка давать поближе так, чтобы левая голова смогла съесть. Ну, собственно, давайте называть не просто левая и правая голова, да? А так, как есть. Левая это у нас ква, как наиболее активная, наиболее любимая. А правая это зи. Вот получается квази. А то все спрашивают, почему квази. Вот потому. И, собственно, вмешиваясь и протягивая мышонка нашей великолепной и потрясающей змее, я рассчитываю на положительную реакцию. Смотрите. Раз и все. То есть, аппетит прекрасный. А здесь нужно вспомнить множество комментариев от тех, кто ничего не понимает в змеях. Лучше бы мышонка разрезали на несколько кусочков, давали бы по маленькому кусочку. Давайте мы вспомним анатомию змей. Дело в том, что змеи в норме едят пищевые объекты, которые зачастую в несколько раз превышают размер их головы. И это возможно благодаря нескольким довольно интересным анатомическим особенностям змей. Во-первых, у змей челюсти соединены подвижно. Не так, как у нас с вами. Сустав и достаточно жесткое сочленение. Челюсти растянуться на какое-то расстояние друг от друга не могут. У змей связки подвижные. Челюсти стоят как бы на резиночках. И поэтому змея способна невероятно по нашим меркам, по нашему пониманию растягивать пасть. Есть группа змей, которые называются яйцееды. Так вот они способны заглотить яйцо, которое, наверное, в 10-12 раз толще, нежели сама змея. Они постепенно, постепенно натягиваются на это яйцо. И это не доставляет им никаких мучений, никаких проблем. Собственно, ничего страшного в этом нет. Да, процесс заглатывания у змей довольно медленный. Это не дальнобойщик на привале, запихивающий в себя по 10 котлет за 3 минуты. У змеи это процесс, потому что понятно, что связки, дело тонкое, они должны растягиваться постепенно. И кроме того, добычу нужно пропихивать. Челюсти работают как пилы. Вперед-назад, вперед-назад. Таким образом продвигая добычу, пищу в глубину глотки. Невозможно в эластичную, растягивающуюся глотку быстро, быстро пропихнуть добычу. Зи, хотя и нюхает, пытаясь понять, что происходит, но ведёт себя довольно спокойно, не пытаясь у сестры отнять добычу. Вспомним ещё вот что. Я не просто так говорю, нюхает. Змея, когда высовывает язык, она таким образом нюхает, захватывая пробы воздуха и втягивая в рот, где язык попадает в особый орган. Гекобсонов орган, который различает запахи. Таким образом, змея нюхает не ноздрями, как мы, а языком. И разговоры дремучих людей о том, что змея высовывает жало. Нет, ребята, нет у змей жала. Жало есть у пчёл, жало есть у ос, жало есть у шмелей и у многих муравьёв. Тоже есть жало, в основном у тропических. А вот у змей есть язык, которым змея нюхает, и есть зубы, которыми она способна укусить. Ещё раз всем хочу напомнить, что квази это островной полос. Абсолютно безопасная, безвредная змея, обитающая у нас на Дальнем Востоке, на острове Кунашир и на некоторых японских островах. Нет, это не мутант. Это всего лишь близнецы, оказавшиеся в одном яце и сросшиеся, как это иногда бывает даже у млекопитающих. Ничего страшного и необычного здесь нету. От Чернобыля это очень далеко. Так, ну, собственно, процесс у нас прошёл, вы видите. Ква совершенно спокойно всё заглотила. Сейчас остаётся самый основной момент. Это пропихнуть добычу в желудок. Второй особенностью, позволяющей змеям заглатывать очень крупные корма, часто намного превышающие толщину их тела, это то, что рёбра у них не сросшиеся. И поэтому рёбра могут расходиться, таким образом тело растягивается, кожа эластична. Вот мы сейчас видим, да, даже вздувшуюся шею, там где находится мышонок, там даже чешуйки слегка разошлись. И мышечными сокращениями таким образом змея постепенно, постепенно пропихивает свою добычу в желудок. У нас принципиальный вот это вопрос, насколько успешно квази сможет пропихивать добычу. Потому что раньше я ей помогал, а сейчас она делает это самостоятельно. Но в месте сращения у неё изгиб, который, в общем, значительно мешает ей жить, мешает ей двигаться и мешает нормально пропихивать добычу. Но здесь у нас пока всё в порядке. Змея видно, что чувствует себя вполне комфортно, привычно. Вот мы видим, как всё продвигается. Мышечные сокращения пошли, и всё, в общем-то, практически пройден заглоченной дичью. Этот участок неудобный и кривой. Да, во многом мне тоже бывает жаль смотреть на движения нашей змеи. Они зачастую бывают неловкими, потому что две головы иногда тянут в разные стороны. Но, с другой стороны, это существо, которое никогда не видело другой жизни. И даже не представляет, что жизнь бывает иной. И я абсолютно уверен, что находясь в хороших условиях, в комфортных для неё температурах, получая в достатке пищу, воду, она чувствует себя абсолютно нормально и ничуть не менее здоровой, чем её несросшиеся одноголовые собратья. Так что не стоит жалеть её. Змеи, да и вообще, собственно, большинство животных не умеют сравнивать себя с окружающими. И испытывать какое-то чувство неполноценности. Так что у нас радость. Наша квази кушает сама. И мне не приходится кормить её искусственно. Вот так. Всё. Наблюдайте, как она растёт. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok